МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России 2021 год объявлен Годом науки и технологий. В Югре – кодом знаний. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о северном потенциале югорской науки. Как она способна изменить жизни югорчан и всех россиян. А также поговорим о достижениях наших земляков в самых разных сферах – медицине, нефтяной отрасли, экологии. Расскажем о проектах молодых ученых, которые реализуются в округе. Минимум теории и максимум времени посвятим прикладным разработкам. Сами ученые расскажут нам о том, как в ближайшие годы изменится климат в Югре, как, не выходя из дома, поставить диагноз опасных заболеваний и каких специалистов будут готовить для крупнейшего геномного центра Русского Севера. Также по традиции сегодня в программе мы разыграем ценный приз – беспроводные наушники. Ну а вопрос созвучим чуть позже. Но пока предлагаем вам узнать, каких изобретений ждут сами югорчане от наших северных ученых. Я считаю, что необходимо изобрести такое лекарство или даже одну таблеточку, которую можно было бы принять и излечиться от всех заболеваний. Все, что касается экономии, однозначно. Чтобы экономия была на всем просто. Тепло, вода, электричество. Чтобы мы платили меньше когда-нибудь уже. Чтобы вообще по магазинам не ходить. Чтобы по магазинам не ходить, чтобы доставляли все домой. Машинка стирается, автомат. Уже придумали. А вот чтобы развесить, еще не придумали. Надо придумать, как жить лучше. Ну, чтоб мир был. Пусть изобретут машину времени, для того, чтобы вернуться обратно в Советский Союз, в деревню. Пускай роботы, пускай еще что-нибудь. Чтобы помочь женщинам. Чтоб легче стало жить. Летающий автомобиль. Чтоб сели и долетели до Тюмени. Быстренько, за 30-40 минут. Если в сторону экологии смотреть, тогда возможно, чтобы для мусора, чтобы все-таки люди пытались мусор сортировать, чтобы не было такого, что увеличиваются мусорки, допустим, на территории нашей страны. Чтобы как-то мусор перерабатывался, чтобы это было какое-то второе сырье, чтобы из этого сырья изготавливались какие-то вещи, например. Машину времени, чтобы вернуться в 2008, купить доллары по 32 и разбогатеть. Вы смотрите программу Югра онлайн. Сегодня говорим о северном потенциале югорской науки. Только в этом году в округе запланировано 86 мероприятий, связанных с развитием науки. Среди них Всероссийский конкурс научных работ «Первый шаг в науку», конкурс «Молодой изобретатель», международные конференции инноваций для коренных народов Севера, издание журнала «Технополис», серия открытых онлайн-лекториев по науке и технологиям. И это только малая часть. В реальности научная жизнь в округе гораздо богаче. И это прямое следствие того, что эта сфера Югры находится в зоне особого внимания губернатора Натальи Комаровой. Ну а теперь, собственно, вопрос викторины, соответственно, из этой же сферы, сферы науки. Итак, внимание! Какие мероприятия Югра предложила включить в календарный план Года науки в России? Первый, кто пришлет правильный ответ, получит приз вот эти вот прекрасные современные беспроводные наушники. Кстати, тоже продукт высоких научных разработок, меняющих нашу жизнь. Ответы присылайте в личные сообщения группы ОТРК Югра во всех социальных сетях или номер в Вайбер и Ватсап 8951-968-5713. Главное условие – вы должны быть действующим подписчиком. Имя победителя мы назовем в конце часа. Также просим вас поделиться своими мыслями на тему, каких изобретений вам не хватает в жизни. Ну а пока возвращаемся к теме нашей программы и продолжаем виртуальное путешествие. Прямо сейчас мы отправляемся в один из домов югорской науки Технопарк высоких технологий. Технопарк – это специализированный сервисный центр, который предоставляет целый комплекс услуг, направленных на создание и реализацию инновационных проектов в округе. По итогам прошлого года наш Технопарк признан одним из самых эффективных в России. Существенный рост в национальном рейтинге – это результат планомерной работы по разработке и внедрению новых элементов экосистемы развития технологического предпринимательства. Помимо этого Технопарк Югры получил статус регионального оператора фонда «Сколково». О том, что полезного нам, югорчанам, ждать от Технопарка, как сегодня поддерживают молодых ученых на этой площадке, узнаем из первых уст. В кадре директор Технопарка Югры Артем Столяров. В период ограничений команде Технопарка удалось в сжатые сроки переформатировать нашу экосистему. Сегодня предпринимателям и инноваторам доступны четыре ключевые ступени. Инновации начинаются со школьной скамьи. В нашем учреждении проводится конкурс «Молодой изобретатель». С 11 до 18 лет школьники могут принять активное участие. Ежегодно конкурс увеличивается. Так, в прошлом году количество участников превышало 100 школьников. И в прошлом году было победителей целых 12 школьников. Следующим логическим этапом является проведение «Умника». Это наш внутренний конкурс. Совместно с Фондом содействия развития инноваций мы проводим его ежегодно. Молодые ученые в возрасте от 18 до 30 лет участвуют в данном конкурсе. Так, в прошлом году все университеты подключились в реализацию данного продукта. И было выявлено 6 победителей. Отрадно видеть, как победители в том числе создают новые юридические лица. Кроме того, победители получают и грант в размере 500 тысяч рублей. Также в программе с Фондом развития игры есть такие инструменты, как «Старт» – это до 2 миллионов рублей грант. «Коммерциализация» – до 20 миллионов рублей грант. Параллельно с этим сотрудники технопарка оказывают услуги, такие как защита интеллектуальной собственности, сертификация продукции, разработка R&D и 3D-печать и многие другие услуги. В прошлом году мы стали региональными операторами Фонда «Сколково». Это существенная поддержка для наших молодых ученых, а именно ученые могут воспользоваться финансовой поддержкой до 300 миллионов рублей. И кроме того, налоговыми преференциями, такие как налог на прибыль – ноль, налог на имущество – ноль и, конечно, налог на НДС – тоже ноль. И в продолжение темы. Технопарк высоких технологий сегодня сопровождает проекты более полусотни инновационных компаний. Тех, что зарегистрированы и работают в Югре. Всего шесть направлений – ТЭК, АйТи, строительство и ЖКХ, приборостроение и транспорт, технологии в области экологии, медицина и биотехнологии. Прямо сейчас предлагаем узнать подробнее о некоторых разработках резидентов технопарка. Наша компания занимается цементированием опционных колонн скважин на различных месторождениях «Газпромнефти», «Гроснефти» в таких регионах, как «Хмау», «Янау» и, в том числе, за пределами Российской Федерации, Республики Беларусь. Наша компания разработала такую технологию, как «Ласта-Цен». Данная технология есть только в зарубежных компаниях, таких как «Шлемберже» и «Халебуртон». Данная разработка основана на отечественных комплектующих, что позволяет нам быть более конкурентоспособными по сравнению с импортными подрядчиками. Наша компания занимается цементированием опционных колонн скважин. И чтобы провести успешное цементирование, нам необходимо провести ряд предварительных мероприятий. Производится лабораторное тестирование. Здесь мы моделируем замешивание цемента в полевых условиях. Здесь мы проверяем его реологические свойства, физико-химические свойства. И тем самым на основании этих данных мы готовим уже программу цементирования. Представлю вашему вниманию облегченный цемент, который легче воды. То есть это цементный кубик, то есть имеет прочность цементного камня, но между тем он не тонет в воде. Также наша компания является мобильной. Совсем не обязательно находиться в производственной базе, можно управлять процессом дистанционно. Так были выполнены работы Республики Беларусь. Мы находимся в проблемной научно-сельской лаборатории Ханты-Мансийской государственной медицинской академии. Мы здесь занимаемся по госзаданию Департамента образования Ханты-Мансийского округа. Изучаем биологически активные вещества местного растительного сырья. Также мы изучаем местные ягоды, то есть в частности способы сохранения их биологической активности. Полученные научные результаты в этой лаборатории и перспективные для внедрения. Мы на их основе разрабатываем технологии производства различных продуктов в лаборатории на базе технопарка. Мы находимся в лаборатории в нашей технопарке. Мы здесь как раз внедряем свои разработки. Ну, в частности, вот мы разработали чай из листьев осины, чай из листьев рябины ферментированную. И мы его здесь смешиваем вот в таком смесителе пищевом, то есть с различными другими компонентами. Например, или с черным чаем, вот в частности. То есть с другими добавками такие баночки на весах взвешиваем и фасуем. Вот новый чай с таким дизайном. Ну, вот здесь представлена продукция, которую мы сейчас уже выпускаем. В Югре активно оказывается всесторонняя поддержка молодым ученым, а их проекты, в свою очередь, в числе лучших по стране. Сейчас на связи молодой представитель югорской науки Павел Семенюк, студент Югорского государственного университета. Его проект по разработке системы очистки колонны насосно-компрессорных труб нефтяных скважин от асфальта с малопарафиновых отложений в числе победителей российского конкурса «Умник». И все подробности узнаем из первых уст. Павел, добрый вечер. Ну, и сразу же вопрос, как родилась идея создания подобного клапана и почему именно клапан? Добрый вечер. В нашем округе более 50% добываемой нефти – это высоковягская нефть с большим содержанием асфальта с фолопарафиновых отложений. В связи с тесным сотрудничеством нашего университета с такими нефтяными компаниями, как «Газпромнефтьхантас» и «Юганскнефтегаз», была поставлена задача решить проблему, создать более экономические технологии для очистки клапанов, так как в ходе добычи нефти большое количество отложений скапливается на насосах центробежных, уменьшая их производительность. Существующие методы позволяли очищать насосы, но не такими рациональными методами. Уходило очень много растворителя, были некоторые опасности в ходе человеческого фактора. Про опасности, Павел, если нетрудно, расскажите, с какими сложностями вы столкнулись при разработке этого проекта? Мы при разработке столкнулись, в первую очередь, это идея, как это должно быть в нашем понимании. И даже когда мы уже, казалось бы, вопрос обсудили и начали создавать первые чертежи, тогда постоянно приходят новые идеи, приходится что-то внедрять, менять. И на данный момент до сих пор корректируются чертежи, до сих пор наш клапан в разработке. Ну, а вообще, когда все будет готово, какой практический результат этого изобретения появится? Что произойдет хорошего в нашей жизни? Какую пользу вы принесете Югре и всему миру? Польза однозначно будет. Современные методы тратят около 30 метров кубических растворителя на очистку насосов. Наш метод позволяет снизить расход растворителя до примерно 6 метров кубических, тем самым сэкономив средства, во-первых. Во-вторых, классическими методами очистка ведется в течение 4-6 часов. Наш метод действует всего за 2 часа. Во-первых. Во-вторых, по существующим методам, да, существует конструкция клапана, однако она подразумевает под собой спуск груза, да, для активации разных контуров клапана. Наш же клапан не нуждается в грузах, он действует под весом жидкости, под давлением. Открывается и закрывается. Все понятно, Павел. Ну и, собственно, хочу вам сказать большое спасибо за эту беседу. До новых встреч. Удачи в реализации вашего проекта. Благодарю. Ну, а мы продолжаем рассказывать о достижениях наших земляков. Аспирантка Югорского государственного университета Ирина Сологубова также получила грант программы «Умник». Ее проект – разработка арктических защитных покрытий для стали успешно реализуется в округе с 2018 года. Изначально участие в конкурсе грантов не планировалось. По сути, это была моя дипломная работа, которая оказалась довольно-таки успешной и с большими перспективами. В связи с этим мы решили продлить наши исследования и получить финансовую поддержку. По итогу конкурса нам была предложена финансовая помощь для проведения дальнейших исследований в этом направлении. Были получены защитные материалы, из которых получают защитное покрытие для стали. Данные защитные покрытия устойчивы при высоких и низких температурах, что очень удобно при работе в зоне Крайнего Севера. Покрытие формируется с помощью порошка, из которого готовится водно-силикатная суспензия. То есть это смесь порошка, воды и силикатного клея. Данная суспензия помещается в прибор, после этого наносится на металлическую пластину. Это плазменный пистолет, с помощью которого наносится покрытие. Температура плазмы на кончике около 3000 градусов. Для дальнейших исследований уже подана заявка на конкурс грантов под названием «Старт». Я напоминаю, сегодняшний выпуск программы посвящен северному потенциалу югорской науки. О ней же, собственно, и вопрос викторины. Он звучит так. Какие мероприятия Югра предложила включить в календарный план Года науки в России? Первый, кто пришлет правильный ответ, получит приз. Вот эти прекрасные современные беспроводные наушники, которые я бы очень хотел оставить себе, но не могу, потому что кто-то из вас станет сегодня их счастливым обладателем. Ответы присылайте в личные сообщения группы ОТРК Югра во всех социальных сетях, а также на номер вайбер и ватсап 8951-968-5713. Также просим вас поделиться своими мыслями на тему, каких изобретений вам не хватает в жизни. Ну а пока вернемся к теме. 2021 в России объявлен Годом науки и технологий. В Югре Годом знаний. Многие молодые ученые сегодня стараются донести сложные научные знания до югорчан в максимально доступной форме. Взять, к примеру, Сургутский интеллектуальный клуб. Активисты ежегодно проводят огромное количество мероприятий, вовлекая в них более 15 тысяч человек. Местные и региональные соревнования, большие корпоративные лиги и тематические турниры. Прямо сейчас о работе клуба расскажет председатель автономной некоммерческой организации «Интеллектуальный клуб», руководитель проекта «Югорская научно-технологическая инициатива» Алексей Кучин. Всем привет! Хочу сегодня поговорить о поляризации науки и технологий. Мы этой темой занимаемся с 2017 года. Началось все с научно-полярного лектория. Была все время у нас идея, что было бы здорово привезти к нам в регион известных ученых, научных журналистов, просветителей науки. Чтобы мне рассказали о том, как устроен современный мир науки, какие тренды она видит, куда будет развиваться человечество, в кого будет двигаться прогресс. Ну и заодно разоблачить много околонаучных мифов, немножко поворот с маркобесием, которое происходит, порой в операционном поле. Вот. Соответственно, мы начали запускать эти лекции, проводили их в Сургуте, Фантомансийске, Нижневартовске. И увидели, что действительно это имеет интерес у аудитории. Людям интересно. Причем очень радость возрастов, от школьников до пенсионеров, эти темы были очень разнообразны. От медицины до робототехники, искусственного интеллекта, математики. Ну то есть любой прием, можно сказать, очень интересно и заинтересовать ту или иную аудиторию. Дальше мы задумались. Ну хорошо, мы сейчас вовлекаем людей, заинтересовываем их наукой, технологиями. А что дальше? А дальше, наверное, было бы здорово, чтобы люди свое увлечение трансформировали в свою деятельность. То есть, сформировали в некие новые проекты или стартапы. И мы сейчас запускаем новый проект, как раз связанный с тем, чтобы от вовлечения, от популяризации перейти непосредственно к реализации этих идей. Он называется предпринимательский университет. В рамках него мы также будем проводить и лекции, и встречи, и мастер-классы. Но главное, мы будем обучать тому, как свою идею можно упаковать в проект, как найти под нее инвестора или найти место ее применения, заниматься акселерацией этих проектов. Ну, таким образом, на выходе люди могли получить готовые упакованные стартапы, которые не могли бы уже запускать и непосредственно делать что-то полезное в мире науки, технологий. И что особенно важно именно у нас в ЮГРе. Югурская наука. Тема сегодняшней программы. Движемся дальше. В этом году наш округ примет 8-ю Всероссийскую конференцию молодых ученых «Наука и инновации 21 века». Она традиционно пройдет на базе Сургутского государственного университета. Именно там сейчас учится студент Александр Липинских, который разработал программу для диагностики заболеваний вен по фотографии с помощью мобильного приложения. Он стал победителем всероссийского конкурса «Умник» и получил грант в размере 500 тысяч рублей. Молодой ученый сейчас с нами на прямой связи из Сургута. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, расскажите, Александр, как вообще родилась идея заняться именно таким полезным делом? Ну и что, в принципе, из себя представляет ваш проект? Спасибо за вопрос. В июле 2020 года мой научный руководитель предложил мне поработать с командой из Высшей школы экономики над данным проектом. Меня заинтересовала эта идея и возможность поработать со сильной командой специалистов. Также мне достаточно близка тема информатики в медицине. Наш проект представляет собой нейронную сеть, в которую пользователь загружает фотоснимок или МРТ-снимок ног, вен ног нижних конечностей, вен ног, и в результате получает классификацию заболеваний. И необходима ли операция или она не нужна. Сколько человек, Александр, работало над этим проектом? Я так понимаю, большая команда специалистов. И много ли в этой команде было молодых специалистов из Югры? Спасибо за вопрос. У нас команда варьируется в разные моменты времени. В целом команда составляет больше 20 человек. И основная часть специалистов это специалисты из Сургу и Высшей школы экономики. Также очень много аспирантов, студентов, молодых специалистов. Ну и, наверное, очень важный вопрос. Насколько просто будет пользоваться этим приложением? Насколько оно доступно будет для обычного обывателя? Мы разрабатываем наше приложение в двух версиях. Для специалистов и для простых обывателей. Для специалистов в приложении будут загружаться МРТ-снимки и уже будут выдаваться точная диагностика и классификация заболеваний. Для простого пользователя будут загружаться фотоснимки и по результатам анализа будут даваться направления к специалисту. Ну, мало сделать приложение. Нужно ведь подключить врачей в этот процесс. Вот как налаживается контакт вашей группы именно с медицинскими работниками? И очень интересно, насколько медицинские работники, те, кто уже давно находится на своих должностях, относятся к нововведениям и к таким интересным проектам? В первую очередь, это идея самих медицинских работников. Мы плотно сотрудничаем с сотрудниками Медицинского института Сургутского государственного университета. Также с нами сотрудничает ряд фибологических центров, которые предоставляют нам МРТ-снимки ног для анализа. Ну, очень интересно. Насколько я понимаю, этот проект все-таки связан с такой узкой специализацией, это нижние конечности. Есть ли в планах, может быть, развитие на весь организм, чтобы можно было по фотографии, как говорится, излечиться и понять, чем ты болен, начиная от ногтей и заканчивая внутренними органами? На сегодняшний день пока таких планов не ставится. Мы пока хотим решить нашу конкретную узкоспециализированную проблему, потому что она весьма сложная, так как такая же проблема для артерий на сегодняшний день уже в целом решена. Но вены ведут себя во многом сильно сложнее артерий, поэтому мы решаем пока узкоспециализированную проблему именно для нижних конечностей вен. Ну, Александр, желаем вам, чтобы все проблемы были решены, чтобы ваша разработка оказалась максимально полезной для россиян, для югорчан. Благодарим вас за этот диалог, желаем всего хорошего и до встречи. Благодарю. Ты пишешь музыку, стихи или картины? Ждем! Ты забрал пылесос или трактор своими руками? Приглашаем! Ты придумал, как улучшить бизнес, лечение, обучение, общение? Мы ищем именно тебя! Кто и как готовит огненный десант к жарким испытаниям? Полгон перед вами должен быть. Посмотрели на него и видели, куда ветер. И как авиалесохрана Югры готовится к пожароопасному сезону? Приземлялся, бывало на лес. Неудачно приземлялся, ломал ногу. В своей программе «По сути» разберется Виталий Сопрыкин. Сегодня на телеканале Югра. Гость нашей программы сегодня Артур Латыпов, директор департамента культуры Югры. Если хобби становится твоим средством заработка, твоей любимой работой, которую еще приносите, в том числе и финансовые, какие-то дивиденды, это просто идеальная работа. А это была программа «Колесо времени». Смотрите каждый понедельник и четверг на телеканале Югра. Цените свое время. Живите настоящим. Вы смотрите программу Югра онлайн в прямом эфире. Сегодня говорим, показываем и рассказываем о научных достижениях наших земляков в самых разных сферах – медицине, нефтяной отрасли и экологии. С учетом природных и социально-экономических особенностей развития Ханты-Мансийского округа было принято решение о создании кафедры ЮНЕСКО в области глобальной экологии и охраны окружающей среды на базе Югорского госуниверситета. Она начала свою работу в 2008-м. Открытию кафедры предшествовала многолетняя подготовительная работа по реализации международных проектов и мероприятий. О результатах ее деятельности можно говорить долго. И вот некоторые из них. Получение фактических данных о биологическом разнообразии, установление биосферной роли трофенных болот в поддержании газового состава атмосферы, а также включение созданного полевого стационара в международную сеть экологического мониторинга и глобальных изменений климата. Над последней темой сегодня плотно работают молодые ученые из Нижневартовска. Сергей и Елена Коркины. У них два крупных проекта. Один из которых финансируется правительством Югры, а второй российским фондом фундаментальных исследований. Ну и пока мы гадаем, как изменится климат в ближайшее время, они уже могут дать ответы на большинство наших вопросов. Первый проект это связан с природными опасностями, а второй проект затрагивает посткриогенный педагенез западно-сибирской равнины, в первую очередь и, конечно, почвы. И как они меняются и менялись в прошлом, и будут меняться в будущем, в связи с изменениями климата. Уникальность проекта посткриогенный педагенез западно-сибири состоит в том, что впервые на территории нашего округа выполняются такие исследования, связанные с изучением термических, гидрологических режимов почв и в том, что никто до нас еще не изучал здесь палеопочвы. Палеопочвы – это древние почвы, которые как раз-таки являются маркерами того, что на нашей территории было тепло. И вот этот теплый период затем сменился холодным периодом. Влияние этих холодных периодов на современные почвы – это очень важно знать для того, чтобы понять в будущем, насколько будет изменяться климат, насколько будут изменяться почвы, и, соответственно, насколько будет изменяться в целом окружающая среда. Мы жили действительно с вами в зоне мерзлоты. Это была зона многолетней мерзлых пород. Она считалась не сплошной, а островной. И сейчас мы видим, что мерзлые породы, а на этих мерзлых породах были сформированы криометаморфические почвы, они оттаивают. И мы уже не видим постоянных отрицательных температур в этих почвах. Значит, мы понимаем, что они уже перешли в теплую динамику. И, соответственно, это тепло влияет на сами почвообразовательные процессы, которые отрицательно будут сказываться на лесообразовании. Мы знаем, что мы живем в таежной зоне, и у нас такие леса, как кедровые, еловые, пихтовые, сосновые леса, очень любят как раз-таки влажные и холодные условия. Климат должен быть тоже такой вот достаточно холодный. И при изменении этих основных термических режимов у нас будут изменяться и лесорастительные условия. Созданы специальные регистраторы для почв, для климатических показателей, небольшие портативные метеостанции, которые установлены в природной среде. И с помощью мобильной связи дистанционно данные передаются в компьютер в режиме реального времени. И вот эта зима, которая была холодной, считается холодной, и вот очень удачно то, что мы с прошлого года внедрили именно передачу данных уже онлайн, это позволило нам видеть, как в разных точках нашего округа температура менялась не только воздуха, но и почвы с глубиной, и фиксировалась влажность и мощность снежного покрова одновременно. Снежный покров, например, мощность фиксируется, а плотность, количество запасов влаги мы сможем только натурным посещением на местности. Климат будет мягче. Понятно, что при этом будет изменяться и растительность будет подвержена этому, и, конечно, почва. А я напоминаю о том, что буквально через несколько минут кто-то из вас может стать счастливым обладателем вот этих прекрасных беспроводных наушников, ответив на вопрос нашей сегодняшней викторины, который звучит следующим образом. Какие мероприятия Югра предложила включить в календарный план Года науки в России? Присылайте правильные ответы, и будет вам счастье. Об экологии и зеленых технологиях говорят и на четвертом международном молодежном научно-практическом форуме «Нефтяная столица», который проходит в эти дни в Ханты-Мансийске. Помимо зеленого направления, в рамках конференции работают еще две научные секции. Современные технологические решения в нефтегазовой отрасли и промышленное развитие от идеи до технологии. Форум проводится в округе с 2018 года, и его участниками уже стали свыше 3000 человек из России и 16 стран мира. Победителем по итогам конкурса инновационных проектов «Экология. Зеленые технологии» в 2019 году признана Виктория Четина из Ханты-Мансийска. Обо всех тонкостях проекта расскажет сама автор проекта, начальник отдела пожарного надзора в лесах, службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, а объектов животного мира и лесных отношений Югры Виктория Четина. В своем проекте я сделала упор на тот факт, что службой при планировании надзорных мероприятий применяется риск-ориентированный подход. Инспектор проводит контроль там, где это действительно необходимо, где риски наиболее высоки. Проект являлся действующим, как на момент презентации, так и в настоящее время. Мною были представлены те направления деятельности проекта надзора Югры, которые являются для нас приоритетными, требующие особого внимания. По каждой сфере, согласно стратегии осуществления лесного надзора, преднадзорам установлены цели и механизмы их достижения. Итак, первое – это борьба с незаконными рубками. Незаконные рубки не являются характерными для Югры, но в связи с тем, что ресурсный потенциал округа велик, данный вопрос находится на постоянном контроле. Для оперативного выявления, пресечения рубок без разрешительных документов, привлечения виновных лиц к ответственности, прет надзорами Югры во взаимодействии с полицией и прокуратурой проводятся рейды, операции «Ель» и «Лесовоз». Оперативно проводятся расчеты ущербов для квалификации уголовного преступления. Благодаря совместным усилиям не допущено увеличение количества нарушений по данному направлению. Второе – это обеспечение пожарной безопасности в лесах. При проведении контроля противопожарного обустройства и направлении замечаний муниципального образования мы наблюдаем ежегодное увеличение количества населенных пунктов автономного округа с обновленными противопожарными барьерами и минерализованными полосами на приграничной с лесом территории. И третье – это основная проблематика субъекта с учетом высокой техногенной нагрузки по добыче нефти и ее транспортировке – это нефтяное загрязнение земель, происходящее в результате инцидентов на трубопроводах. Мы проводим не только наземное патрулирование лесов, но и применяем современные технологии, например, результаты космического мониторинга нарушений, предоставляемые ЮНИИД и Рослесинфорг. Особое внимание в службе уделяется обучению инспекторскому составу, материально-техническому оснащению, юридическому сопровождению и информатизации деятельности. А участникам форума «Нефтяная столица» 2021 года я желаю уверенности в собственных силах и успеха при защите проектов. Буквально полчаса назад состоялось награждение победителей 4-го молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица». Обратил внимание на его девиз «Югра – месторождение знаний и идей». Все подробности о том, какие идеи запомнились участникам форума и будут поддержаны как будущие разработки, узнаем у заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры Алексея Геннадьевича Забазлаева. Алексей Геннадьевич, здравствуйте. Какие проекты сейчас в тренде и кто победил? Добрый день, друзья, коллеги. Я коротко, наверное, о форуме начну. Действительно, мы соскучились по таким встречам живым. В этом году она состоялась у нас. Мы подготовили такую реально виртуальную площадку, где у нас реально в городе Ханты-Мансийске приехало и зарегистрировалось 300 человек, хотя мы ожидали порядка 250. А онлайн прошли регистрацию тысяч человек. В этом году участники были из 28 регионов и 16 стран мира. Довольно интересные работы были на форуме представлены. 170 проектов, о которых вы сегодня спрашивали. Но наиболее, наверное, хотелось бы отметить три проекта, которые, по крайней мере, мне запомнились. Они не заняли первое место, но все коллеги, эксперты, все-таки их оценили. Я буквально зачитаю. У нас запомнился проект Евгения Ковалева, «Газпром, Трансгаз, Югорск», мониторинг охраны окружающей среды с помощью беспилотных летательных аппаратов. Это сегодня тоже актуально. И предыдущий победитель в прошлом году только что рассказал об аналогичном проекте. Поэтому это сегодня востребовано. Из Луково-Западной Сибири Никита Ковалев. Он занял третье место, но проект очень интересный. Это модернизация узлов станции перекачки нефти. Это востребовано очень направление, которое приводит сегодня действительно к модернизации производства. И востребованность такого производства очень велико. Три года к нам приезжала участник РГУ имени Губкина. Она студентка из Вьетнама. Три раза участвовала. В этом году она заняла второе место. Послушайте название проекта ее. Логаритм машинного обучения в геохимическом анализе. Очень перспективная девочка. Я с ней беседовал. Действительно, она идет на красный диплом. У нее есть желание остаться и работать в России. И здесь очень нравится. И нравится, как развивается наше производство. Я хочу еще отметить, что довольно серьезные призы. Потому что за третье место участники получили 50 тысяч рублей. За второе 100 тысяч. А первое место это 150 тысяч рублей. Довольно достойно. Ну, а если не сложно, расскажите немножечко поподробнее о югорской команде, которая из молодых ученых принимала участие в мероприятии. Насколько много их было? И насколько вот помимо этих трех проектов еще потенциально интересных разработок было представлено? Ну, вот я бы хотел отметить, что все 170 проектов, они все потенциально интересные. Потому что, как отмечают эксперты, из года в год качество проектов у нас растет. И проекты нацелены на перспективу. Я просто помню первый конкурс, когда мы оценили проекты, сам их заслушивали. То есть некоторые проекты были взяты, ну, в кавычках, если сказать, просто с полки. Они, да, они интересные, но они уже реализованные. А сейчас проекты на перспективу. Поэтому я бы не хотел тут что-то отдельно выделять. Но все проекты сегодня интересные. И все проекты достойные и заслуживают внимания и уважения. Команда Югры довольно была серьезная. Ну, понятно, что две трети все-таки это югорские представители. Потому что мы понимаем, что половина нефти добывается в Югре. Но мы понимаем, ну, 42%, если быть точным. То есть специалистов ровно столько же и работает. Поэтому оффлайн приняли участие в основном, конечно, югорчане. Но много было приезжих. И Санкт-Петербургский горный университет привез довольно серьезную достойную тоже команду. Они из года в год принимают активное участие. Спасибо большое. Ну, следующий вопрос. Кто из ученых принимал участие в форуме? Ну, и какой, может быть, отклик есть от этих ученых в сторону югорских участников? Да и, в принципе, всех. Ну, традиционно в нашем форуме принимают такой мэтр. Это Алексей Емельевич Конторович, доктор геолога минералогических наук. Он академик Российской академии наук, который буквально вчера на пленарке за пять минут нашим молодым ребятам нарисовал будущее отрасли. Хотя много мнений, нужна будет нефть, не нужна. Он у нас за пять минут убедил всех, что потребление будет только расти. И профессия сегодня нефтяника или ученого в этом направлении, она действительно востребована. И дал такое напутствие молодым нашим ребятам, что все-таки для того, чтобы достигнуть чего-то, нужно развиваться. И больше уделять внимания и науке, и образованию, и непосредственно профессии. И больше работать в поле, этого не бояться. Потому что только пройдя через поле, через полевые работы, ты можешь действительно чего-то добиться. То есть нужно обязательно начинать все с земли. Понятно? Ну, и тоже традиционно принимают участие у нас и Владимир Стефорович Литвиненко, это ректор Санкт-Петербургского горного университета. Алексей Иванович Боровков, это проректор Санкт-Петербургского политехнического университета. Это один из ведущих специалистов по информационным технологиям и цифровой информации. То есть огромное количество специалистов присутствовало. Можно перечислять долго. Да, да. Ну и скажите, стоит ли молодым людям задуматься о своем будущем в качестве ученого? Насколько это перспективно? Конечно, это перспективно. Потому что мы сегодня, добыв в Югре 12 миллиардов тонн нефти, понимаем, что под нами еще находятся изученных запасов, подтвержденных еще 12 миллиардов, и ресурсов еще столько же, порядка 23 миллиардов тонн нефти. И чтобы их добыть, конечно, нужны новые технологии, нужны новые разработки, новые оборудования. Поэтому нужно двигаться в этом направлении, не бояться изучать темы. Да, ну что ж, я думаю, обязательно будет двигаться и не бояться. Большое спасибо, Алексей Геннадьевич, за эту беседу. До встречи и желаем успехов всем югорским ученым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Под видом борьбы с оккультизмом мы хотим сбросить всех шаманов и убедить перейти их на сторону советской власти. Нельзя народу в его вере отказывать, иначе погибнет народ. Освободим остров от шаманского дурмана! Остановите их! Плохие дела, председатель. Тайные воины объявились. Мы еще посмотрим, у кого. Рука сильнее. О, помогите! Кому вы служите? Я приветствую всех, кто сейчас на связи и смотрит в прямом эфире программу Югра Онлайн. Будьте внимательны, среди вас есть хозяин вот этих современных беспроводных наушников. Чтобы заполучить их, необходимо быстрее всех дать правильный ответ на вопрос нашей викторины. А звучит он так. Какие мероприятия Югра предложила включить в календарный план Года науки в России? Повторю вопрос. Какие мероприятия Югра предложила включить в календарный план Года науки в России? Свои варианты отправляйте в личные сообщения на страницах телеканала Югра в соцсетях, а также на номер Viber и WhatsApp 8951-968-5713. Результаты розыгрыша озвучим в конце программы. Также просим вас поделиться своими мыслями на тему, каких изобретений вам не хватает в жизни. Ну а пока возвращаемся к основной теме нашего эфира. Сегодня, я напомню, мы говорим о югорской науке. Одна из приоритетных сфер развития в округе – медицина. Причем высокотехнологичная, основанная на последних научных разработках. А главный принцип – делать для людей. Например, только в Югре существует передвижная поликлиника на борту теплохода «Николай Пирогов». За год она принимает более 10 тысяч человек в отдаленных поселках округа. Предмет гордости регионального здравоохранения – доступность для жителей, в том числе сельской местности, высокотехнологичной помощи. В округе на полную мощность работают подразделения Центра медицины катастроф и санитарная авиация. Важную роль играют разработки югорских ученых. В начале этого месяца медики Югры покорили очередной профессиональный Эверест. Врачи Ханты-Мансийской окружной клинической больницы успешно провели операцию по пересадке сердца. Тем самым спасли жизнь жителю окружного центра. Забегая вперед, скажу, что пациента уже выписали, он хорошо себя чувствует, но кардиологи на всякий случай продолжают наблюдение. К этому результату специалисты шли с 2014 года. Тогда к трансплантации в Югре только начинали готовиться. Сначала освоили пересадку почки, потом печени и вот новая высота. Когда с аорты сняли зажим и пустили кровь, пересаженное сердце сразу забилось в нужном ритме, а пациент смог дышать самостоятельно. Выживаемость трансплантатов в Югре не ниже среднеевропейского уровня. То же самое можно сказать и о рецепиентах. Этого удалось добиться благодаря хорошему постоперационному уходу. За пять лет работы на счету службы трансплантологов Югры 44 операции по пересадке почки, семь по пересадке печени и теперь первая успешная трансплантация сердца. Подробнее о подготовке и научных разработках югорских врачей нам расскажет врач высшей категории, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения окружной клинической больницы в Хантамансийске Прохор Павлов. Прохор Игоревич, здравствуйте. Добрый день. Ну, расскажите, пожалуйста, что такое высокотехнологичная медицинская помощь и насколько она доступна у нас для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Если мы говорим про непосредственно применение этого вида помощи у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, то мы в первую очередь говорим про катетерные технологии лечения ишемической болезни сердца, клапанной патологии. И если говорить про открытые операции, это сложные, сочетанные операции, когда выполняется вмешательство сразу одномоментно на клапане сердца, на коронарных артериях и на проводящей системе сердца пациентов с нарушением ритма сердца. Много ли специалистов задействовано в такого рода операциях? И много ли их вообще в принципе у нас в Югре? У нас большая команда, так называемая кардиослужба, HAT Team, и она состоит из отделений кардиохирургии, кардиоренимации, кардиологии, рентгенхирургии и амбулаторной кардиологии. И все эти службы работают в целом, скажем так, достаточно очень близко друг к другу, как одна целая команда. В Югре находится сегодня у нас порядка, наверное, таких центров, это вот Нягоньк, Цургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск, то есть четыре мощных центра, где оказывается высокотехнологичная помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Спасибо. Но какие новые научные разработки, в том числе и собственные, применяются в настоящее время? Мы в настоящее время применяем практически все достижения современной, скажем так, медицины в области кардиологии, кардиохирургии. Ну, конкретно я хотел бы остановиться на применении транскатетерных клапанов, когда пациенту без разреза выполняется имплантация, замена клапана сердца. Это происходит под местной анестезией, пациенту не нужно давать наркоз, он в контакте с врачами и выписывается практически на следующий день. И лечение таких сложных форм артериальной гипертензии, опять же, с помощью катетерных технологий. То есть тогда, когда таблетки, препараты не работают, мы можем применить технологии лечения гипертонии с помощью воздействия на специальный пучок нервный вокруг почечной артерии. То есть уже можно говорить о том, что в Югре проводятся операции будущего, да? То есть без каких-либо надрезов, без наркозов возможно лечить столь сложные заболевания? Да, да. Но только будущее уже наступило сегодня, да. То есть что будет в следующем будущем, мы еще не знаем. Но, по крайней мере, мы можем применить весь спектр лечения, который у нас сегодня есть, и в любом пациенту. Спасибо. Впервые в Югре проведена трансплантация сердца. Как готовились к врачи к этой операции? Ну и, наверное, я так понимаю, все-таки волнение было бешеное, несмотря на то, что настоящие мастера и профессионалы своего дела у нас в Югре эту операцию проводили. Ну, наверное, это отдельная передача. И рассказать о том, что подготовка была и не один год. Скажу так, что она начиналась не только непосредственно с технических деталей, она начиналась с образования, с подготовки специалистов. Заведующий кардиохирургии Сергей Стефанов и ваш покорный слуга, нам для этого пришлось пройти определенную стажировку в американской клинике. Мы были в Ельском университете, и там в течение целого месяца стажировали, смотрели, работали. И как раз, я думаю, что обучение, потом обучение в НИИ трансплантологии в Москве имени Шумакова и обмен опыта с московскими коллегами, в целом, как бы, проведена большая, достаточно подготовительная была работа. И, скажем так, класс наших кардиохирургов, наших кардиоанестезиологов, он достаточно высокий, что позволил выполнить данное вмешательство с таким просто блестящим результатом. Как оценили эксперты из других регионов, возможно, стран? Вот известие о том, что в Ханты-Мансийске была проведена столь сложная операция и проведена успешно. Вы знаете, буквально после того, когда стала доступна публикация этой информации в соцсетях, и многие наши коллеги узнали со всей стороны, естественно, многие поздравляли, потому что клиник, где выполняется пересадка сердца в России, не больше 10. И, скажем так, а клиник с потенциалом, чтобы выполнять ежегодно таких трансплантаций 10, 15, 20, их еще меньше. Наша клиника как раз относится к тем клиникам, где очень большой потенциал и большие ресурсы, в первую очередь человеческие ресурсы для того, чтобы выполнять эти операции. Какие ближайшие научные разработки югорских врачей могут помочь жителям округа? У нас сейчас есть идея по новым методам лечения хронической сердечной недостаточности, в частности, ее таких тяжелых форм, это катетерные методы лечения. Мы готовимся к внедрению новых операций для тяжелой клапанной патологии сердца, когда клапан нельзя поменять в сердце ни хирургическим путем, ни каким, и здесь как раз на помощь приходят катетерные технологии. И в планах у нас лечение очень сложных поражений у пациентов с перемежающей хромотой, это с поражением сосудов нижних конечностей. То есть мы буквально в эту пятницу будем внедрять новую технологию по удалению старых тромбов из нижних конечностей, для того, чтобы этим пациентам дать возможность полноценно жить, ходить, двигаться и избежать ампутации, самое главное. Ну что ж, мы желаем вам удачи в столь нелегком труде, в деле спасения жизни югорчан, и, конечно же, всего хорошего. Проголик Игоревич, большое спасибо вам за беседу. Будьте здоровы, до свидания. На этом тему передовых возможностей нашей медицины мы не заканчиваем. Сегодня одна из главнейших задач, поставленных президентом России перед научным сообществом, ускоренное развитие генетических технологий. Таким образом, в 2019 году были созданы первые три центра геномных исследований мирового уровня. Они стали драйверами развития. И вот центр высоких биомедицинских технологий создают у нас, в Югре. Он будет находиться в Сургуте. Основным направлением станет изучение генетики человека, в том числе коренных малочисленных народов Севера. На базе учреждения будет сформировано шесть лабораторий. Планируется размещение оборудований ведущих российских и мировых производителей, которое позволит решать передовые научные задачи. Центр объединит усилия более двухсот специалистов в сфере биомедицинских технологий. Участок для возведения центра полностью подготовлен. Уже завершены архитектурно-планировочные работы, а сейчас идет активное проектирование самого здания. В процесс подготовки квалифицированных кадров для центра уже вовлечены Сургутский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет биохимии и молекулярной биологии, Высшая школа экономики и многие другие. Более подробную информацию о подготовке кадрового состава узнал наш коллега Павел Суворов у директора медицинского института Сургутского государственного университета, профессора доктора медицинских наук Людмилы Коваленко. Одна из самых серьезных задач, которая стоит перед центром высоких биомедицинских технологий, это подготовка кадров. Откуда брать кадры? Как их готовить? Наверняка есть некая дорожная карта? Да, действительно. Таких специалистов не только у нас в округе, но и в Российской Федерации существенно мало. Это касается и лабораторных генетиков, и клинических генетиков. Особенный дефицит, испытываемый в связи с подготовкой специалистов среднего звена, которые должны будут работать в этих лабораториях. Работа Центра высоких биомедицинских технологий предполагает подготовку кадров для шести лабораторий. Это лаборатория молекулярно-генетических методов исследований, клеточных технологий, тандемная массоспектрометрия, биоинформатики, биобанк и микрофлюидных технологий. Сегодня в подготовке этих кадров будут принимать участие не только консорциум вузов Югры, но и, безусловно, Российская Федерация. Правительство округа заключило соглашение с двумя центрами мирового уровня геномных исследований, с Курчатовским центром, с Центром высокоточного редактирования генома, а также с Сибирским отделением Российской Академии наук с Институтом биологии и генетики, где будут готовиться такие специалисты. Сегодня специалисты готовятся по биоинформатике Высшей школе экономики, предполагается сетевое взаимодействие в подготовке кадров для этого центра, но и также сегодня мы готовим специалистов вместе с зарубежными исследователями, участвуя в научных проектах и готовя научные кадры, как и положено в университете через научный процесс и проектную деятельность. Заключены соглашения с Московским государственным университетом имени Ломоносова, Санкт-Петербургским университетом. Предполагается подготовка кадров в Российском технологическом университете МИРЭА по биотехнологиям. То есть это будет комплексная подготовка, которая предполагает межвузовское и межведовственное взаимодействие в подготовке кадров. Стоит ли сейчас уже юным жителям Югры, их родителям задуматься о своем будущем, о своей будущей специальности? Ведь наверняка вот эти специальности, которые вы перечисляли, они будут востребованы в Югре, ведь так? Мы сегодня являемся свидетелями того, как постепенно отмирают профессии, которые ранее были очень актуальными, и появляются новые профессии. И в связи с развитием генетических исследований, безусловно, появятся новые профессии. Поэтому, начиная со школьной скамьи, образование в области генетических, синологии в области генетики должно быть существенно изменено. И округ сегодня находится на пути решения этих проблем. Но прежде всего создаются медицинские, молекулярные, биологические классы, где будет усиленная подготовка по математике, по генетике, по биологии, по тем дисциплинам, которые будут, безусловно, конечно, востребованы. Будут создаваться летние школы. Сегодня университет и кардиологический центр являются членами Международного консорциума по кардиогенетике. И в ближайшее время для студентов и для школьников старших классов, которые занимаются у нас в университетских классах, в медицинских классах в университете, сформирована специальная программа, которая будет реализовываться на базе Сириуса в конце июня-начале июля этого года, где будут даны выдающимися исследователями, известными исследованиями в области генетической технологии, преподнесены уроки и новые знания получат наши школьники и студенты. Кроме того, сегодня университет отправляет студентов для обучения специальным методом биоинформатического анализа на базе ведущих научных школ по биоинформатике. И родителям, безусловно, сегодня стоит об этом задуматься, хотя университет и наш, и университеты округа проводят в этом направлении большую профориентационную работу. Благодаря этому проекту появятся новые специальности. Давайте о них расскажем. Какие это? Вот я видел вашу презентацию, меня заинтересовала специальность «Консультант по долголетию». Чем он будет заниматься? Как известно, в одной из национальных целей, которые были провозглашены нашим президентом, предполагаемая продолжительность жизни должна составлять 78 лет. Это значит, что мы сегодня должны подойти к решению проблем старения, к решению таких фундаментальных проблем, как апоптос, такие как аутофагия. Это запрограммированная гибель клеток. Имеются специальные молекулярные маркеры этого процесса. И если мы будем знать на определенных этапах развития человека, жизни человека эти маркеры, изменения этих маркеров, и сможем прогнозировать продолжительность жизни, мы сможем, конечно, безусловно, назначить больному, вернее, не больному, а назначить человеку специальный режим питания, специальный режим двигательной активности, специальный режим работы, что, безусловно, может увеличить продолжительность его жизни. Сегодня медицина находится в условиях определенной неопределенности. Это основное свойство сегодня медицины. Поэтому генетические исследования, биомолекулярные исследования позволят эту завесу тайны как-то немножко приоткрыть, понять, какова продолжительность жизни, каковы механизмы апоптоза и аутофагии, предотвратить их, ну и, по сути дела, назначая, в общем-то, не очень-то и сложные. Мероприятие позволит увеличить продолжительность жизни. И, как известно, сегодня вот забота о состоянии своего здоровья – это не столько забота государства, это в равной степени должна быть забота самого человека о самом себе, ну а потом уже органы практического здравоохранения и медицина вообще. Людмила Васильевна, спасибо вам большое за беседу. Желаем вам успехов, удачи в вашей нелегкой, но нужной профессии. Спасибо, до свидания. Вы смотрите программу Югра онлайн. И сейчас настал тот самый долгожданный момент, когда мы готовы озвучить результаты нашей викторины. Вопрос, напомню, звучал так. Какие мероприятия Югра предложила включить в календарный план Года науки в России? Их всего четыре. Это 8-я Международная научно-студенческая конференция «Русский язык в 21 веке. Исследования молодых». 4-й Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица». 12-й Международный IT-форум с участием БРИКС и ШОС. И 8-я Всероссийская конференция молодых ученых «Наука и инновации 21 века». И первым, правильно ответившим на вопрос, оказался Павел Новиков из Ханты-Мансийска. Паша, мы тебя от всей души поздравляем. Вот эти шикарные беспроводные наушники твои, современные, забирай. Ну, а к слову, всего в год науки и технологий в Югре запланировано 86 мероприятий. Не только всероссийского, но и международного уровней. Сегодня с экспертами в области науки мы говорили о том, как уникальный потенциал Югорского Севера трансформируются в не менее уникальные разработки. Они меняют жизнь не только югорчан, но и жителей нашей страны. Уверен, мы еще вернемся к этой теме и обязательно поговорим о том, как набирают оборот проекты, о которых мы сегодня рассказали. На этом у меня все. Удачи! Увидимся в Югре, увидимся в онлайне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова